Привет, рада приветствовать на своем канале. Сегодня у меня снова распаковка. Это еще один топ, который я буду тестировать и сегодня покажу вам его в нанесении. Пришла буквально посылка за 2,5 недели. Топ хорошего качества, консистенция более жидкая, не воняет. Посмотрим как в носке. Второй посылке мне пришли материалы от Rosalind. Я решила попробовать их топ. Сегодня в обзорах только топы глянцевые без липкого слоя. Посылка пришла за 3 недели. Топ средней консистенции, даже ближе к жидкой, не воняет, в лампе не печет. Кстати, некоторые топы, особенно матовые, могут печь в лампе. Следующий флакончик пришел мне с достаточно красивым красно-оранжевым оттенком. Пет безумно красивый, хорошо ложится, но на ноготь. Для хорошего плотного перекрытия понадобится 2 слоя. Типсу я его тоже буду выкрашивать в 2 слоя. Обычно сейчас я уже по-другому вкрашиваю цветники, именно так, как сейчас вы видите на видео, чтобы сверху не покрывать глянцевым топом, так как он периодически затирается, когда типсы трутся друг об дружку. Ну и сразу виден глянцевый эффект. А с внутренней стороны крашу матовым топом, и сразу видно, как они смотрятся в матовом варианте. Ну а это сегодняшние мои ноготочки, это моя работа. Видео уже есть на моем канале, ссылку на нее оставлю в описании под этим видео. Ноготки относились отлично, ничего не затерлось, не стерлось. Убираю длину настолько, насколько отросло. Это достаточно сложные ноготки в работе, даже не столько, потому что здесь очень тонкая кутикула, а именно в том, что ноготки некоторые, особенно мизинчики, очень взлетные. И с ними достаточно непросто работать, чтобы внешне они после выкладки материала смотрелись аккуратно. Пилочка 180 грит, убираю глянец с отросшей части ноготков. Форму сейчас не трогаю, буду опиливать ее уже после выкладки геля. Комбинированный маникюр, здесь все как обычно, работаю на 17 тысячах оборотов. Взяла фрезу-почку в работу, так как здесь нет большого подкутикульного пространства, не глубокие синусы, кожа тонкая и чувствительная, поэтому нужно работать достаточно деликатно. Кутикулы много на этих ноготках не нарастает, единственное, она немного может налипать, и будет немножко сложно отодвигать ее даже апельсиновой палочкой. В этот раз я решила немножко больше почистить, поэтому после среза кутикулы я взяла фрезу-пламя и еще немножко почистила все подкутикульное пространство. Так мне легче будет прокрашивать чуть глубже и аккуратнее. Вы, пожалуйста, смотрите это видео до конца, так как здесь вас ждет две коррекции. Вторая коррекция будет на моей руке. Будут достаточно интересные и несложные дизайны, которые отлично подойдут на весенний-летний период. Еще, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых и интересных видео, а также ставить лайки и писать комментарии. И еще буду очень рада видеть вас и своих других в соцсетях, как там появляются дизайны, которых нет на видео. Я уже по стандарту подготовила ноготки, биридегидрировала, несла бескислотный праймер, тонким слоем базу у меня она, как я уже говорила, от Борн Бретти и не каучуковая, обычная жидкая. Дальше ногти буду укреплять бежевым гелем. Просушиваю в лампе, убираю липкий слой и теперь приступаю к опилу формы. У нас это будет слегка зауженный овал. На этих ручках такая форма смотрится аккуратно. Далее, после опила, я убираю всю лишнюю пыль и приступаю к дизайну. Некоторые ноготки я прокрываю в два тонких слоя цветником. Конечно же, на первом слое цвет подвожу ближе к утикуле боковым валиком. Цвет очень красиво, отлично смотрится на ручках. Этот цветник нужно, конечно же, обязательно наносить в два слоя, чтобы он был более плотным. Но если хочется цвет посветлее, в принципе, можно и один слой. В остальных ноготках будет градиент. С торцов ноготков на одну треть нижнюю я наношу основной цвет и растушевываю его к центру. Так я прокрашиваю в два тонких слоя. Пальчики с однотоном перекрываю топом. Просто видео зафиксирую то, что я перекрывала конкретно эти ноготки топом от розолинт, чтобы потом не забыться, кому каким топом я перекрывала ноготки и посмотреть, как же продержится глянец. Ноготки, которые с градиентом, я перекрыла тонким слоем базы. Так как я опиливала ноготки, если сверху наносить гель-краску, она может немножко некрасиво ложиться. Естественно, с базы я убрала липкий слой и теперь металлической серебряной гель-краской я прорисовываю вот такие линии. На каждом пальчике они будут располагаться немного по-другому. Но от этого дизайн будет смотреться только лучше. После просушки линий я перекрываю эти ноготки глянцевым топом без липкого слоя от розолинт и слегка выравнивающим слоем, чтобы минимальный объем от линий скрыть. После готовности ноготков тонкой фрезой все лишнее выпиливаю изнутри и немножко придаю четкости торцам с помощью пилки. Вот такой достаточно быстрый, но очень красивый дизайн получается. Напомню, как ноготки выглядели до, ну и какие же красавчики получились после. Быстро, не сложно, но очень эффектно смотрятся ноготки. На весну и лето отличный вариант. Нам ноготки очень понравились. Ну и конечно же в этом дизайне спокойно можно менять цвета на другие, более яркие или более спокойные. И все равно ноготки будут смотреться отлично. Даже с матовым топом будут смотреться хорошо. А если ноготки с градиентом перекрыть матовым топом, а серебристые линии выделить глянцем, тоже будет смотреться великолепно. И кстати, этот цвет в матовом варианте смотрится очень хорошо. Конечно же не все, поэтому я продолжаю. Ну а это уже моя правая рука. Здесь ноготкам больше чем месяц, наверное полтора. Ноготки конечно я поломала знатно. Во-первых, я убрала длину, потому что мне длина уже немного надоела на этой руке. А на безымянном патчике я сломала угол и потом белкой немного спиливала отслойку на уголке, которая появилась, чтобы она не мешала мне. Я уберу все предыдущее покрытие до тонкой подложки. Далее пилочка с 80 грид уберу глянец от рожей части ноготков. Ну и кстати, в этом покрытии, которое я сделала, я допустила небольшую ошибку. Я использовала достаточно мало геля. Поэтому впоследствии, после достаточно серьезной эксплуатации моих ноготков, у меня начались отслойки именно с торцов. Так как свои ноготки у меня достаточно твердые, но очень любят скручиваться. А так как геля я положила небольшой слой, поэтому выпилить свой ноготок я уже не смогла. А так как время у меня уже поджимало, я не стала их уже переделывать. Решила, что как есть, так есть. Посмотрим, как они относятся. Но это, конечно же, я вам покажу в другом видео. А в этом видео я уже сделала на себе комбинированный маникюр. На этой руке я работаю просто фрезой-почкой, ножницами срезаю и за шлифовую кутикулу либо шаром, либо карбидосиликонным шлифовщиком. Иногда мне не хватает глубины, так как в принципе под кутикульное пространство у меня немного есть. Поэтому иногда могу взять фрезу пламя и дочистить. Далее, конечно же, все по стандарту. Я бежеверировала дегидрированные ноготки. Кстати, здесь я не помню, наносила праймер я или нет. Здесь я использовала базу от Arbix, но относилась она тоже так, не очень. Далее я укрепила свои ноготки гелем и опилила их. Я оставлю их короткими, так как пока хочу походить на этой руке с короткими. Длинные, может, сделаю немножко позже. Дальше буду использовать цвет из сегодняшней распаковки. Это цвет от Rosalind. Очень красивый. Наносить его буду в два тонких слоя. На первом слой кистью ближе подведу цвет кутикули боковым валиком. В принципе, цвет наносится хорошо, равномерно. Цвет очень красивый, мне очень понравился. Этим цветом я буду полностью перекрывать только мизинец и большой пальчик. На остальных буду делать дизайн, а фоном под него будет служить как раз-таки гель, которым я укрепляла ноготки. Мне понадобится дотс, основной цвет и более розовый. Дотсом я прорисую как бы цветочки, состоящие из кружочков. Красным я проставляю буквально по 2-3 цветочка на каждом ноготке. Далее такие же цветочки, но немножко меньше по размеру. Я прорисовываю уже розовым цветом. Далее с помощью дотса я наношу базу на цветочки, на которых я хочу наклеить серединки. И вот такими золотистыми пайетками буду украшать серединки цветочков, но не всех. Кстати, вот здесь фиксирую, каким топом я перекрывала свои ноготки. Смотрим, как же они относятся после очень интенсивной их эксплуатации. Я напомню, как же мои ноготки выглядели до. И какие красавчики получились. И кстати, этот дизайн отлично подойдет нерисующим людям. Быстро, просто. В этом варианте они тоже смотрелись бы круто. И еще ссылки на товары, которые были в сегодняшней распаковке, я оставлю под фото в моем ВК. А ссылку на это фото оставлю в первом комментарии под этим видео. Ну а я на этом буду с вами прощаться. Всем до встречи, успехов! Продолжение следует...